МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы всегда чувствуем свою сопричастность, всегда разделяем горе. Для нас, как сказал наш президент, таджикский и узбекский народ – это один народ. Стабильная политика. Госсекретарь США заверил официальный Киев, что санкции в отношении России сохранятся. Личное наследие. 95-летний кыргызский пенсионер открыл собственный музей. Антиквариат, библиографические редкости и старинная утварь представлены на чердаке. Этим предметом я сам пользовался. Мне его сделал дедушка Бейканбай. А вот в этой посуде собирали сметану. Однажды меня украли. Без меня меня женили. Мультипликационная премьера. Фильм «Назик» из цикла «Украденные невесты». Только в нашей программе. Помню, как сейчас, на ужасную ночь. Узбекистан выделил помощь соседней республике Таджикистану. Это 70 тонн продовольствия и стройматериалов, собранных для пострадавших от лавины камнепадов районов Таджикистана. Колонну гуманитарной помощи на границе двух республик встречало руководство Таджикского комитета по чрезвычайным ситуациям и узбекские дипломаты. Узбекистан стал второй страной после России, которая оказала Таджикистану гуманитарную помощь. Она была доставлена по поручению правительства Узбекистана и лично президента этой республики Шавката Мерзиёева. Напомним, что прошедшей зимой в горных районах Таджикистана сошло более 600 лавин, от которых погибли, по официальным данным, 20 человек. Сформирован груз в количестве четырёх большегрузных автомобилей, в которых находятся продукты питания, медикаменты, уголь, цемент, вещевое удовольствие, одежда для взрослых, для детей. Кроме того, здесь также находится и шифер. И вот это всё, общая тонна, что составляет около 70 тонн. Всё это доставлено для того, чтобы оказать помощь, как сейчас сказал наш уважаемый посол, для того, чтобы оказать помощь братскому народу, таджикскому народу. Мы всегда чувствуем свою сопричастность, всегда разделяем горе. Для нас, как сказал наш президент, таджикский и узбекский народ – это один народ. Выделение Узбекистаном гуманитарной помощи Таджикистану стало ещё одним подтверждением того, что отношения между этими республиками начали теплеть. После того, как в декабре прошлого года президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев. К примеру, две страны впервые за 25 лет заключили соглашение о восстановлении авиасообщения. Также в настоящее время, как заявил посол Узбекистана Шухасымшу Исламов, рассматривается соглашение об отмене виз для жителей приграничных районов Таджикистана и Узбекистана. Сейчас мы поощряем туризм. Очень много желающих поехать в Узбекистан, посмотреть. Мы открыты, мы работаем с вашими туристическими фирмами, компаниями. Мы им объясняем, какие условия, какие возможности. Хочешь в Ташкент, хочешь в Самарканд, хочешь в Бухару, хочешь в Киву, пожалуйста, по всему Узбекистану. Эту информацию посол Узбекистана в Таджикистане Шу Исламов подтвердил и в эксклюзивном интервью узбекской службе радио «Свобода» ОЗОДИ. Глава депмиссии сообщил, что не видит никаких препятствий для облегчения визового режима между двумя странами. Что касается приграничных жителей, там действительно мы послабление будем делать. Сейчас в работе документ, который должен немножко усовершенствовать соглашение, которое мы подписывали в 2000 году по визам. Сейчас он в работе, мы обмениваемся вариантами. Наши специалисты обеих стран проработают. Я надеюсь, что мы там заложим, чтобы жители приграничных районов могли беспрепятственно заходить на территорию друг друга и общаться с родственниками, знакомыми и так далее. Здесь я тоже проблем не вижу. Наши коллеги также спросили Шу Касыма Шу Исламова о причинах, из-за которых откладывается вылет первого рейса из Душанбе в Ташкент, несмотря на то, что соглашение об авиасообщении уже подписано. По словам посла, проблема в бюрократии, но все бумажные припоны будут устранены в ближайшее время. И рейс состоится. Кадыгская сторона вовремя не передала комплект документов, который необходим был для согласования во всех ведомствах Узбекистана. Вы знаете, для того, чтобы в воздушное пространство зашло судно, другое государство, должно быть ПВО заранее оповещено, там документы проработаны, налоговые службы, таможенные службы и так далее. Это процесс, который требует какого-то времени. К сожалению, мы получили документы поздно, сейчас они в работе, самолеты должны в этом месяце, самонор уже должен начать полеты в Узбекистан. И завершая узбекскую тему, адвокату Акбар Али Абдулаева, племянника супруги покойного президента Ислама Каримова, продолжают бороться против его выдачи властям в Ташкенте. Во время специально созванной пресс-конференции адвокат Абдулаева Оливер Уолыш заявил, что Узбекистан это государство, которое не заслуживает доверия. Согласно Страсбургскому суду, даже если Узбекистан будет обещать справедливый суд в отношении него, не пытать и оказывать ему правовую помощь, этих гарантий недостаточно. Европейский суд признал государство не заслуживающим доверия. Напомним, 33-летний Акбар Али Абдулаев был задержан украинскими пограничниками 14 января этого года в Международном аэропорту Киева по требованию Генеральной прокуратуры Узбекистана, которая обвиняет Абдулаева в присвоении сотни миллионов долларов. Сам Абдулаев считает, что эти обвинения являются политически мотивированными. Во время последнего судебного заседания в Киеве Акбар Али Абдулаев заявил украинскому суду, что в случае его экстрадиции в Узбекистан его неминуемо ждет смерть. Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это 100%. Я сделал, я за это ответил. Я возместил еще. Я не говорю, что я не виновен. Я был виновен. Я за это все ответил. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон принял в Госдепартаменте министра иностранных дел Украины Павла Климкина. На сайте украинского МИДа опубликованы некоторые детали разговора. В частности, Тиллерсон отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции Вашингтона против Москвы останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей. Это прекращение агрессии Д-оккупации Донбасса и Крыма. Встреча Тиллерсона и Климкина состоялась в тот момент, когда Международный суд ООН в Гааге рассматривает иск украинской стороны против России. Украинский МИД принял решение предоставить суду все дипломатические ноты, которые были переданы Москве после начала агрессии России. Об этом сообщил один из участников украинской делегации, американский адвокат Давид Зионс. Он объяснил, что это было сделано из-за ложных обвинений со стороны России в том, что Киев якобы не предоставил Москве конкретных претензий. А накануне у стен Международного суда ООН собрались родственники погибших в катастрофе МИД. Сегодня мы знаем, что российская делегация снова отрицает все, что она сделала, и мы считаем, что должны каждый раз снова и снова просить российское правительство взять на себя ответственность. Мы будем продолжать сражаться, пока не узнаем правду, всю правду. Вокруг подготовки песенного конкурса Евровидения 2017, который должен пройти в Киеве уже в мае, продолжаются скандалы. Сначала тендер на продажу билетов выиграла компания, которая запросила самую высокую цену. Потом ушла часть команды, обвинив организаторов в коррупции. Ульяна Дрючкова выясняла, окажется ли песенный конкурс под угрозой срыва. Май 2016. Украинская певица Джамала с песней «1944» о депортации ее родного крымско-татарского народа и ее семьи в частности занимает первое место на международном песенном конкурсе Евровидения в Стокгольме. Киев на правах хозяина начал подготовку к событию 2017 года. Здесь серьезный конкурс, здесь серьезные деньги, серьезные люди. Они, конечно, будут скандалить. Зураб Алассания был заместителем главы организационного комитета по подготовке к Евровидению 2017 и гендиректором национальной общественной телекомпании. Осенью он ушел в отставку. В частности, из-за нехватки госфинансирования на проведение конкурса. Увольнение сработало. Во-первых, они четко артикулировали, что эти деньги будут не из бюджета общественного вещателя. Во-вторых, они с барского плеча докинули чуть больше 100 миллионов для общественного вещателя. А прозрачность прозрачнее не стала. Далее, в честности и объективности организаторов заставил засомневаться ряд проведенных тендеров. Сначала конкурс на изготовление логотипа выиграл единственный его участник. Тендер длился всего одну минуту. За свою работу компания попросила 15,5 тысяч долларов. На украинском рынке создание брендбуков стоит почти в 10 раз дешевле. Почему-то все в стране у нас ищут какую-то зраду, но когда люди хотят сделать хорошо. Это же целая команда работала. Это около 12 человек, которые выполняли каждую свою работу. Я просто не хочу оправдываться, почему мы предлагали вообще четыре концепции, и одна из них — это намысто. Скандальным оказался еще один тендер, где выбирали продавца билетов. В конкурсе участвовало четыре компании, победителем стало агентство «Ветикет». За свои услуги оно запросило самую высокую цену — чуть меньше 100 тысяч долларов. Несогласные участники обвинили организатора, руководство национальной телекомпании, в коррупции. Мол, большая часть указанной суммы — это чистой воды откат. И обратились в антимонопольный комитет. Тендер является сейчас отмененным. Его антимонопольный комитет отменил как не Дисней. А вот компания уже подала новые условия. На условиях одной гривны 20 копеек они победили, как уже компания по упрощенной системе переговоров. Сегодня та же компания «Ветикет» уже начала продажу билетов. На каждом она зарабатывает 6% так называемого сервисного сбора. Через несколько дней вокруг подготовки Евровидения разгорелся новый скандал. Часть команды вместе с исполнительными продюсерами решила уйти из проекта. Ушло больше 30 человек, на самом деле. И с конца декабря мы были фактически заблокированы. И деятельность продюсеров, и нашей команды была приостановлена из более чем 60 тендеров. У моих было 39 тендеров, и ни один тендер, ни один конкурс не был запущен. Это абсолютно непрозрачно. Это создает огромное количество предпосылок для последующих странных ситуаций, вплоть до коррупционных каких-то схем. Новую команду набрали быстро. Инцидент же со старой, как и другие скандалы вокруг подготовки Евровидения, руководство НОТО призвало не драматизировать. «Я это расцениваю скорее как бурю в стакане. Мы за 72 часа нашли менеджеров, утвердили с Европейским Союзом. С точки зрения реальной подготовки это не повлияло. Но с точки зрения отношения, с точки зрения пиар-эффекта я расцениваю это как такую пиар-атаку своего рода». Сейчас в команде почти 200 человек с Украины и еще 60 иностранных специалистов. И этой команде, утверждают организаторы, удастся провести Евровидение 2017 на высоком уровне. Далее в программе. Личное наследие. 95-летний кыргызский пенсионер открыл собственный музей. Антиквариат, библиографические редкости и старинная утварь представлены на чердаке. «Этим предметом я сам пользовался. Мне его сделал дедушка Дэйканбай. А вот в этой посуде собирали сметану». «Однажды меня украли». «Без меня меня женили». Мультипликационная премьера. Фильм «Назик» из цикла «Украденные невесты» только в нашей программе. «Помню, как сейчас. Ту ужасную ночь». 95-летний кыргызский пенсионер открыл в своем доме музей-библиотеку. В его коллекции книги, которые он копил всю свою почти вековую жизнь. Среди экспонатов предметы старины и домашние утвари, которые уже никто не использует. В домашнем музее побывал наш корреспондент Шавкат Тургаев. Своему небольшому храму культуры дедушка Джейлкан нашел место на чердаке. 95-летний пенсионер по-прежнему бодрый и активен. В его библиотеке-музее книги, исторические документы, картины, предметы старины. Все то, что сам когда-то прочитал и использовал в быту. Это все он собрал для жителей своего села. Решил открыть этот музей в надежде на то, что люди будут приходить и читать, изучать национальные предметы быта. Я сам этими вещами раньше пользовался. Прийти к Аксакалу может любой желающий, правда посетителей пока не так много. Наверное, потому, говорит дедушка, что библиотека открылась совсем недавно. Здесь есть столы и стулья. Любой может прийти и почитать. Но могут брать книги на дом, а потом возвращать. В музее можно увидеть достаточно редкую домашнюю утварь. Ее, конечно, уже никто в быту не использует. На смену этим предметам уже давно пришла современная бытовая техника. Этим предметом я сам пользовался. Мне его сделал дедушка да и конбай. А вот в этой посуде собирали сметану. А это старые жернова. Я тоже ими пользовался. Есть еще очень много вещей, но они сюда не вместились. Практически все свое время пенсионер проводит на чердаке. Хотел открыть подобный музей-библиотеку в школе, где сам когда-то работал, но не вышло. Он всегда хотел открыть музей в школе, но не получилось. Когда вышел на пенсию, не знал, что с этими книгами и вещами делать. У него было очень много книг. Часть отдал в школу. Но так и открыл музей. А еще дедушка успевает заниматься хозяйством. Когда дети и внуки уходят на работу, он берется за дела. Но после обязательно поднимается на чердак и ожидает новых читателей. Шавкат Тургаев, Осин Маданбеков. Настоящее время. Кыргызстан. Жительницы Алма-Аты были приятно удивлены вниманием солидного иностранного мужчины, который поздравлял их с 8 марта прямо на улице. Им оказался генеральный консул Соединенных Штатов Марк Муди. Праздничный день он вышел с цветами на оживленную центральную улицу. Подходя к женщинам, Марк Муди официально представлялся и вручал им цветы. Поздравления звучали на казахском и русском языках. Женщины были явно смущены таким неожиданным вниманием. На официальной странице консульства в Facebook, где было опубликовано видео с уличными поздравлениями американского дипломата, появились десятки комментариев со словами благодарности от Алма-Атинок. Я вас поздравляю с 8 марта. Наступающим праздником, 8 марта. Спасибо, будь счастлив. В Бишкеке состоялся марш за права женщин и равные возможности. Его участниками стали представители организаций, защищающих права женщин, гражданские активисты и феминистки. Моё тело, моё дело! Активисты считают, что права женщин в Кыргызстане слабо защищены и призывают остановить дискриминацию и вновь заявить об этом символично именно 8 марта. Сегодня мы, различные организации, феминистские организации, правозащитные организации Бишкека, мы собрались сегодня, чтобы отметить истинное политическое значение 8 марта в целях того, чтобы провозгласить нашу солидарность с феминистским принципом равноправия. Мы сегодня хотим привлечь внимание общественности на вездесущие и просто удручающие статистики насилия и дискриминации в отношении женщин. На данный момент каждая третья женщина в мире, она подвергается разного рода насилию. Каждые 83% женщин в Кыргызстане, согласно статистике Кыргызской ассоциации кризисных центров, 83% женщин подвергаются насилию в Кыргызстане. Опять же, разного рода насилия. 8 марта – это не просто праздник цветов, весны и красоты, и пробуждения, как это любят говорить. За ним стоит очень долгая и упорная работа женщин за равноправие и за искоренение насилия и дискриминацию. О дискриминации заявили в праздничный день и российские феминистки. Они провели протестную акцию у стен Кремля и внутри комплекса. Участницам удалось взобраться на крышу грота в Александровском саду и на угловую арсенальную башню. Они растянули транспаранты и зажгли фаеры. Семерых участниц за демонстрацией задержали их, доставили в отделение полиции. Однако там ограничились устным предупреждением и отпустили задержанных без составления протокола. Марш феминисток прошел и в столице Украины. Участники акции собрались на Софиевской площади и прошли по центру города. По улицам Владимирской и Богдана Хмельницкого, Крещатику и возле здания Киевской администрации. Кухня и мода – это не свобода! Организаторы марша главным лозунгом назвали «Нет насилию всех форматов» от роддомов до военкоматов. Они выражали свои требования надписями на плакатах, другие – барабанной дробью. Мы хотим вернуть этому празднику его первоначальный смысл – День женской солидарности, борьбы за женские права. Мы постоянно сталкиваемся с сексизмом, который должен в конце концов исчезнуть в нашей стране. Несколько молодых человек попытались облить участников марша «Зеленкой» и «Кефиром». Их практически сразу задержали полицейские, которые следили за соблюдением порядка на акции. Вы какую-то партию представляете? Нет, никаких партий, никаких организаций. Закончить программу мы хотим необычно. Наша редакция умышленно решила выйти за рамки привычных форматов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию мультфильм Татьяны Зеленской и Егора Танкова о проблеме, которая до сих пор актуальна в Центрально-Азиатском регионе, когда девушек крадут без их согласия и насильно выдают замуж. Мы будем рады вашим комментариям по данной теме на нашем сайте. Булл на Зики. Это Назик. Круглая детская личика, рыжие заплетенные в косы волосы. Подростковая фигура. Чудо, как хороша. Раньше она преподавала детям музыку. У Назик отлично это выходило. А сейчас она хочет устроиться в школу преподавателям музыки. Но боится. Она считает, что слишком старая, 29 лет, и к тому же разведенная. Однажды меня украли. В этот день к нам приехала подруга моей мамы с сыночком Абаем. Родственники стали уговаривать меня сходить с Абаем в кино. Он тебя давно зовет. Хватит отказываться. Ничего такого. Вы же с ним с детства знакомы. Ну, возьми сестренку, если боишься. Почти силой вытолкали меня из квартиры, без денег и телефона. Тут же приехала машина, такси. Как только мы сели, водитель такси снял шашечки с крыши. Абай объяснил, что они с другом крадут меня. Я не воспринимала все это всерьез. В доме, куда мы приехали, вовсю готовились к моему прибытию. Меня посадили за занавеску, кющоге, и стали убеждать остаться. Но в ответ я лишь просила, чтобы позвонили моим родителям. Выход из дома преграждал длинный дастархон, стол с барсоками, жареными кусочками теста и чаем. Гости уже праздновали появление молодой жены. Когда я услышала, что приехали мои родные, бросилась навстречу. За столом сидели мой брат с женой и тетка. Брат встал и спокойно сказал. Назик, папа решил, что ты остаешься. Абай хороший парень и будет хорошим мужем. Замужество – счастье для любой девушки. В этот момент мне стало все равно. Я не хотела ни домой, ни сбежать. Просто все перестало иметь значение. Я ушла обратно за кющоге и попыталась заснуть. Помню, как сейчас, ту ужасную ночь. Я часто просыпалась и первое время лежала с закрытыми глазами. Все время надеялась, что открою глаза и окажусь у себя дома. Под утро меня разбудила будущая свекровь и просунула телефон за занавеску. Это твоя мама звонит. Мама, это ты? Мама начала быстро говорить плачущим голосом. Доченька, давай я сейчас приеду за тобой. Я заберу тебя, давай. Я стою на улице, сейчас приедет такси. Я приеду, доченька. Слова брата не выходили у меня из головы. Я ответила маме. Нет, я здесь останусь. И бросила трубку. Как потом выяснилось, папа даже не знал, что меня украли. Когда узнал, пришел в ярость. Но было уже поздно. Приходил мула и совершил обратник, венчание. Все это затеяла моя мама. Ей не нравился парень, с которым я тогда встречалась. Но потом, видимо, ей стало жаль меня. Поэтому она звонила, пыталась все исправить. Сейчас я очень жалею, что осталось. Никакой семьи у нас не получилось. Через 4 года меня с ребенком просто выгнали. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова